У ребёнка с хорошей самооценкой и пониманием собственных границ меньше шансов стать жертвой буллинга, поэтому важна профилактика. Для этого можно использовать несложные упражнения, которые можно практиковать всей семьёй дома. Если речь идёт уже о конкретном буллинге, то здесь нужны, во-первых, конкретные действия и, во-вторых, психологическая помощь для того, чтобы уже со всеми последствиями справиться. Но легче оказывать профилактику. Первая профилактика происходит в семье, где здоровые отношения, где все границы, в норме, где хорошая самооценка у ребёнка. Итак, предлагаем ребёнку в течение 12 минут дать 20 ответов на вопрос «Кто я такой?». Отвечать нужно самому себе, откровенно и объективно. Фиксируем всё, что приходит на ум. Добрый, весёлый, позитивный, дружелюбный, люблю путешествовать, клёвый, актёр, хорошо, нахожу друзей. Дело сделано, теперь нужно оценить каждое своё качество знаками. Плюс, если считаем качество положительным и полезным, минус, если это недостаток. Плюс-минус, если качество может и помогать, и мешать в жизни. Если у ребёнка около 80% ответов, то есть 16 из 20 положительных, это говорит о такой адекватной, хорошей самооценке. Если плюсы абсолютно все, то это говорит либо о защитной, такой вот завышенной самооценке, либо о том, что контакт с ребёнком не слишком сформирован и ему безопасней. Таким образом показывает только положительные свои стороны, а отрицательные держать где-то в тени. Если есть амбивалентные, и их около 20%, это говорит о том, что ребёнок достаточно зрелый, и он может выдерживать противоречия. Если же таких плюс-минус слишком много, больше 80%, это говорит о том, что ребёнок много сомневается. Чтобы лучше осознать собственные границы, используем методику герб. Задача школьника – нарисовать своё личное пространство в виде образа и заполнить его символами и геральдическими знаками. Герб из трёх сегментов. Первый наполняем главными достижениями в жизни, во втором изображаем восприятие себя, а в третьем рисуем главные цели и главный девиз. Это какие мне бывают эмоции. И какие они бывают? Весёлые, грустные. Потом, если не грустно, то весёлая маска. И просто у меня как слёзы. То есть про то, что ты бываешь разным. Чтобы не стать жертвой буллинга, важно уметь отстаивать собственные границы. Прорабатываем этот навык в упражнении «Мне нужнее». Участники берутся за краешки листа и пытаются за 30 секунд убедить друг друга, что данный лист нужен ему больше, чем напарнику. Илья, мне этот лист сейчас очень нужен, потому что я хочу нарисовать герб. Мне это очень важно. Я увидела, как ты классно рисуешь, я тоже хочу. Мне этот лист нужен, чтобы записать свои качества. Чтобы защитить свои границы, нужно уметь сопротивляться. Встаём друг напротив друга на расстоянии вытянутой руки. Соприкасаемся ладонями. Каждый должен оказать сопротивление и ощутить давление партнёра, но при этом не столкнуть его с места. Илья мне не позволяет нарушить свои границы, да? Да. Вместо настольной семейной игры можно использовать псикреты Гюнтера Хорна. Это карточки с фразами, описывающими отношения, привычки и интересы. Мне сложно влиться в компанию сверстников. И на самом деле мне было сложно вливаться в компанию сверстников, особенно если это был переход в новую школу, когда я переходила в другую школу. Там я испытывала напряжение, нужно было влиться в коллектив, понравиться. И это было сложно на самом деле. И если ребёнок не делится с родителями и близкими, псикреты – хороший способ раскрыться и пооткровенничать. Ситуации, описанные в карточках, позволяют лучше узнать себя и партнёров по игре. И такой семейный вечер откровений может стать хорошей традицией.